Всем привет! С вами ProSkillWordBlitz. Сегодня в этом видео покажу вам достаточно эпичный бой, где я остался один против пяти. Карта Зимняя Малиновка. Отыгрывали мы на Викерсе. Смотрим по сетапу. У команды противников имеется много тяжелых танков и одна СТ про гетто. У нас плюс-минус похожи. Едем на первоначальный засвет в кустик давать инфу. Большинство нашей команды поехало на ТТ направление. В принципе, правильное решение. Мне торопиться некуда, так как неизвестно, кто может приехать в поле. Пока выжидаем. Пока светится только одна ПТ-САУ. И вот здесь мы видим по миникарте засвечивается СТ 10 уровня. Я прекрасно понимаю, что скорее всего в поле никого не будет, и большинство команды поехало на ТТ направление. Терять времени нет смысла, летим быстрее в корму. Не очень хорошее начало. Теряем уже одного бойца. Видим, Яга ЕСТ-100 убегает со своей позиции. Быстрее к своим. И тут прога. Думаю, может быть поедет на меня? Нет, нет, нет. Едет к нашим в корму. Быстрее разбирать. Не очень все хорошо, так как я пока бездействую. И вот здесь я никак не ожидал. Яга ЕСТ-100 грамотно поступила. Она осталась в приемочке. Невыгодно пока размениваться. Ищу прострелы. Думаю, может быть четверочка подставится. И вот тут обратил внимание, что по захвату базы кто-то проехался. Так оно и есть. Выезжает на нас прога. Мы танкуем. Не вижу смысла получать фулл барабан. Убегаем быстрее в сейф. Но однозначно его нужно забирать здесь. И вот тут такая ситуация. Можно поехать за ним. Но мы получим от ПТ-САУ. Поэтому возвращаемся назад. Делаем все грамотно по сейфу. И забираем с этой стороны. Не подставляясь от ПТ-шечки. Остаемся уже втроем. Принимаю решение все-таки разводить Ягу ЕСТ-100. Так как у нас есть у Викерса маска орудия. Ее проблематично пробить. Отстреливается. И на верочку даем. Был второй вариант. Это поехать к своим союзникам. Как-то их попытаться разменивать. Но они бы там не выжили. И скорее всего я остался бы против толпы. Остался я один. У нас нету никаких вариантов. Как только разводить его. И на верочку добираем. Однозначно у нас имеется преимущество. Это динамика. Я остался фулловый. И самый лучший свет среди ЛТ-10 уровня. Поэтому едем на дистанцию. Все светятся. Но тут есть такой минус. Если я поеду в поле. Скорее всего меня отстрелят. Поэтому решил остаться от этого холмика. И принимать. Ну может быть набью хоть какой-то урон. Слишком агрессивно противник на нас едет. Отстреливается фош. У него остается еще один выстрел. И немножечко лажает. Успеваем зайти к нему в корму. Берем свои фугасы. Достаточно хорошее пробитие. Там 100+. Уже в корму заходит 2ТТ. Прячемся за него. По минимуму получать урона нужно. Забираем. Там супер конь. Много слишком хп. Нужно четверочку. Супер конь прям в наглую едет. Давит. Где-то еще 28-й. Скорее всего на захват базы он ехал. Нет. И 28-й здесь светится. Проходит альфа. Танкуем. Прячусь как-то за камешком. Думаю может быть здесь остаться. Как-то его разменять. Но нет. Супер конь все равно продолжает давить своим мясом. Это невыгодно. У него есть альфа хорошая. Это все-таки какая-никакая броня. Поэтому едем опять на дистанцию. Занимаем свой первоначальный кустик. Позиция достаточно неплохая. Светится супер конь. Не хочет он почему-то в поле ехать. Времени в принципе неплохо. Еще почти 3 минуты можно разыгрывать. Микропрострел даем по четверке. И оставляем его шотным. Но здесь понятно, что если супер конь не захотел ехать в поле. Надо ехать за четверкой и забирать его. Потом достаточно будет уже легко против одного противника играть. Играем постоянно от дистанции. Так как это ЛТ. И у нас лучший обзор. Тем более я остался один. У меня работает перк. Едем подальней. Засвечиваем супер коня. Нажимаю адреналин. Может быть думаю еще второй выстрел дать в НЛД. Но нет. Он успевает развернуться. Поэтому не рискую. Даем в триплекс без пробития. Ничего страшного. Отсвечиваемся. Понимаю, что с дистанции. Легко его будет разбирать. Пока он будет захватать базу. Но не тут-то было. Игрок опять в наглую едет нас давить. Но надо уходить. Пока не выгодно перестреливаться в лоб в лоб. У нас не так много запаса прочности. Тем более высвечиваем четверку. Смотрю по времени. У меня не так много. Минута 30. Ехать опять через поле. Но слишком могу потерять много этого времени. Поэтому прямое решение. Отыграть от рельефа. У нас имеются хорошие УНы. Как и говорил маска орудия. Может что-то танковать. Но супер конь не хочет перестреливаться. Засвечивается четверочка. У нее не хватает УН. Она шотная. У меня такое предчувствие. Что супер конь продолжит опять давить. Поэтому объезжаем. И хочу дать инфу здесь. Никак я не ожидал. Что он вот так быстро подъедет. Танкуем. И вот здесь можно сказать. Немножечко растерялся. В управлении. Даем в каток без пробития. Ну понятно. У него там 90 мм. Они танкуют. Идти в размен невыгодно. Он уже откадешился. Четверка в корму заходит. Если я получу от супер коня. На четверку я буду шотный. Поэтому принимаю решение. Получать от этого противника. И его забирать на верочку. 35 секунд. Надо действовать. И опять этот каток. Только бы не хэшом. У нас 503 с хп. Он куда-то мажет. В аркадке. Немножко нервишки шалят. Надо уже на верочку стрелять. Однозначно в прицеле. На три выстрела. Успеваю доворачивать. Делаю опять небольшой ромбик. Только чтобы хэшом не получить. Оставляем его шотным. 12 секунд. И на верочку. В прицеле забираем. Вот такой вот бой. Достаточно был эпичный. Потненький. Забрали 6 фрагов. Наш союзник Яга Исто. Забрала одного союзничка. Какого союзничка? Противника. Вот такие результаты. Давайте посмотрим, что там за статистика у супер коня была. 48 процентов. Но парень как будто играл на все 60. Вот прям в нагло он давил все время. Достаточно грамотно у нас Ягушка была. 60 процентов. Всем спасибо, кто просмотрел данный видеоролик. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на YouTube канал. И уже всем пока. До новых встреч.